В Тюмень прибыл чемпион Италии. Наставник команды молодежной хоккейной лиги, сибирские снайперы Дмитрий Гоголев в конце 90-х добыл золото Пенинского полуострова. После этого поиграл за ряд ведущих команд России, а ныне перешел на тренерский мостик. Его подопечные уверенно идут в зоне плей-офф и очередной шаг к своей цели сделали в поединках против Тюменского легиона. Первый день тюменцев хватило только на стартовую 20-минутку. Подопечные Владимира Гусева старались отвечать броском на бросок, а в дебюте второго отрезка и вовсе вышли вперед. Классную шайбу на свой счет записал капитан Артем Пылаев. Я ребятам сразу сказал перед выездом, что не будет все просто. На последнем месте команды все бьются, каждую игру, каждую смену, каждую секунду, поэтому ребят предупреждал. Но все равно молодежной хоккей тяжело, все равно они все-таки в голове сидит у них. Но после первого поговорили, вроде достучался. Шайба Пылаева стала единственным позитивным эпизодом для хозяев. Снайперы достаточно быстро восстановили статус-кво. Красный свет за спиной Алексея Щетилина зажег Данил Давыдов. А затем сетку ворот, правда при помощи несчастного случая, потревожил лучший бомбардир новосибирцев Георгий Юров. Начало было такое тяжелое, скажем так, мы пропустили первый гол. Думали, на самом деле, думали, игра будет полегче, но тем не менее, как бы хорошая команда, играли неплохо. И потом просто свои моменты реализовали, забили. Как бы счет такой получился. Окончательно закрепил инициативу за снайперами Макар Никишанин. Сначала он сделал счет 3-1 в пользу гостей, а в заключительном периоде довел результат до крупного. При этом в промежутке между его голами успел отличиться партнер по звену Алексей Кривченков. В результате гости праздновали успех 5-1. Не смогли навязать тюменцы борьбы и в повторном поединке. Мальчиками для битья хозяева не выглядели. Однако новосибирская молодежка действовала с таким запасом прочности, что сомнений в ее победе не возникало. Единственная интрига заключалась в том, сколько времени удастся спасать своего рота голкиперу легионеров Павлу Гущину. Стартовый отрезок ему удалось засушить. Он отразил 12 бросков, в том числе вот этот, который был произведен на последних секундах периода. Потрясающий сейф вполне может претендовать на лучшее спасение по итогам февраля. Только набранных баллов это все равно не принесло. Следующая 20-минутка окончательно измотала хозяев и под ее занавес они получили две пробоины. Счет открыл Сергей Дубакин, а закрепил преимущество новосибирцев Никита Ефремов. Мне кажется, что нам не хватило больше игры в атаке, какого-то конструктива, передача, завершения. То есть мы мало бросаем. По обороне, допустим, вот у меня нет претензий к ребятам. Ребята ловили на себя, это показывает статистика, что они блокируют броски. И помогали мне, как могли. Все как бы в обороне, все здорово. Но надо угрожать воротам, забивать голы и побеждать. Третий период по большому счету стал формальностью. Чувствовалось, что потолком для хозяев в этом поединке будет максимум одна заброшенная шайба. Но добраться до этого рубежа подопечные Владимира Гусева так и не смогли. В отличие от гостей. Передачу на дальней штанге замкнул Андрей Борисюк. Легионеры терпят поражение 0-3 и продолжают твердо занимать последнюю строчку в таблице. Снайперы же всерьез вмешались в борьбу за попадание в тройку лучших команд Востока. Было даже чему и поучиться в этой команде, как ребята контролировали шайбу в позиционных атаках. Они нас просто продавливали, держали контроль неплохой. Практически обе игры одинаковым были ключе. Просто сегодня меньше пропустили. Старались сыграть, отдать им углы, но по первому периоду опасных сильных моментов они не создали. Насколько я просто помню, но это видео просматривать будет. Вроде как меньшинство неплохо сыграло. Но наше большинство, которое мы должны были в чем-то себя показать, просто безобразное было. Кто в лес, кто подрал, а так вот примерно выглядело. Вспомнить о том, что для победы в хоккее нужно прежде всего бросать по воротам, тюменцы постарались 8 и 9 февраля. В гости к ним пожаловали кузнецкие медведи. Подробности этих встреч в наших последующих информационных программах.